Сначала покажу ребил, как перестраивать кривые, а потом покажу вот это, как их соединять. Ну, строим кривую, например, а зачем такую кривую, ну ладно, вот смотрим на неё, у нас, например, какие-то есть, ну, какое-то количество контрольных точек, их может много, может мало, может она слишком кривовата, это такие вещи случаются. Мы берём вот это вот, нам надо другое количество контрольных точек, нажимаем Rebuild, выбираем кривую, подтверждаем и назначаем новое количество контрольных точек. Вот это, в скобочках стоит то, что сейчас имеется, то, что предложено по новой, ну, например, там, 13, 14, 15, сейчас превью, посмотрели, на что она будет похожа, вот она. Ну, то есть она не точно её изменяет, и эта галка стоит, она удаляет, ну, если да, то оригинальная кривая удалится. Если убрать, то кривые останутся и исходная, и новая появится. Это создаёт на новом слое просто её, ну, то есть на текущем слое, по умолчанию, если галка снята, создаётся на том же слое, где оригинальная кривая. Если галка стоит, то создаётся на том слое, который в текущем сейчас стоит. Ну вот, окей. Вот мы получили новое, с новым количеством, с разбиением. Так, ну а теперь вернёмся к вот этой вот штуке, к матчу, или как она по-русски звучит. Ну, нарисуем, например, сердечко, да, чтобы оно было более слое, похоже на сердечко, как-нибудь, ну, какое не есть. Всё, отразим его, всё, отразили. А теперь вот это вот, надо соединить одно с другим. Вот и смотрим. Сначала выбираем, которую будем соединять, потом с которой. И смотрим, что, какие параметры. Здесь она рядом стоят, но они могли и не рядом, я потом это покажу. То есть она соединяет по позиции, то есть конец одной, первый притащит к концу второй касательно, или сохраняя кривизну в этой точке. Это что делать со вторым концом кривой, то есть ничего с ним не делать, сохранять его позицию, это инициальность кривизну. Эта кнопка среднюю кривую сделает, то есть она повлияет и на первую, если она выключена, то только на первую всё влияет, вторая остаётся неподвижной, или среднюю сделает между ними. join соединит их в один объект. Ну, тут некрасиво, да, сердечко. Тогда возьмём его и переразобьём его помельче. Например, ну, сколько-то. Вот так. И выбираем раз, два и три. О, ещё не хватает. Получили сердечко. Теперь можно и join отдельно соединить. Соединил. Join не изменит её форму, он просто их склеит, если они вместе. То же самое, если, например, кривая была здесь и здесь. То есть они не рядом, не видны. Ну, то есть нить. Раз, два. Что с ней делать? Или так. То есть если, как позиция, она перетащит по позиции, соединит его так, соединит с кривизной и, соответственно, что сохранять на том конце. Так он останется, как и торчал. А средняя, то есть она изменит и первую, и вторую. Если кривизна стоит, то уже и mesh. Так. Всё, выключаем. Например. Ну, вот так, да. Было две отдельно, стало две рядом. Галку опять не включил, поэтому join вручную, если забыл. Так. Следующее что? Это у нас теперь у замкнутых кривых есть начало всё-таки. И это начало можно переместить, куда нам надо, но часто надо. Вот оно, вот этой командой. Переместить это начало. Здесь, сюда, поставили. Всё. Флип это в обратную сторону развернуть. Теперь что? Упростить, упростить кривые. То есть, мы строим полилинию. Вот я её строю, да. Слишком много лишнего на меня настроил. То есть, вот всё-таки это прямая, да, излишние точки. Ну, то есть, они не нужны. Вот. Не определяют ничего вот эти внутренние точки. Для этого и вот эта вот вещь и есть. Не срабатывает. То есть, нет, десять. Когда выделены точки, то всё, что ты выделяешь, ты выделяешь точки, они кривые. Поэтому и не срабатывает у меня вот это вот выделение. Поэтому я сейчас так выбираю прямую. Всё лишнее удалилось. Следующее. Ну, кривые в полилинию и наоборот. Из кривой в дуги. В прошлый раз у меня что-то не прокатило, да? Я помню, я теперь понял почему. Это у нас дна, а это то, что из неё сделалось. То есть, разбило на дуги. Да. Я удивлялся, почему у меня не выбираются отдельно дуги. Потому что она склеена. То есть, осталось. Я её взорву, а теперь эти дуги все по отдельности. Почему я тогда не смог её растащить на кусочки. Ээээ... Эээ...